Шейх, если человек, как это принято называть у этих людей, вор в законе, но он совершает намаз в свое время, держит пост в Рамадан, а иногда и три месяца, вот считается ли он кафиром? Вор в законе. С нами вор, мы сами знаем, кто он такой. А здесь поощряется вор в законе, его авторитет больше, его уважают, ему доли доносят, это все противоречит Исламу в первую очередь, в вторую очередь. Тут все законы, кроме закона Ислама, являются законом Тагута. Кто соблюдает эти законы сам, беспринужденно, добровольно идет этим, или добровольно сам тоже соблюдает, и кто его подчиняющим тоже этим же заставляет соблюдать законы, этот человек является кафиром. Будь он вор в законе, будь он президентом, будь он судьей, который судит людей по законам Тагута, они единогласные мнения ахли сунна вальджама, что они уходят из Ислама. Те люди нынешние, которые муржииты, говорят, этот небольшой куфр, этот маленький куфр, из этого всех президентов нынешних, которые есть, они считают их мусульманами, за то, что они не говорят, что их конституция лучше, чем Коран. А с Кораном они не судят, судят они конституцией, и заставляют людей судить по конституциям. Те люди, которые не согласны судить по конституции, и хотят судить по Корану, они сажают в тюрьму, убивают их, называют их террористами. Потом тоже этих президентов считают мусульманами. Единогласное мнение ахли сунна вальджама, хоть даже один закон поменял из Ислама, и убрал его, и поставил другой закон, и будет судить за этим законом, становится кафиром тот, кто этот закон издал. Те, которые заставляют по этому закону судить, они все являются кафирами. И, иншаллах, по этой теме мы, когда про муржитов будем лекции делать, именно отдельно один лекций сделаем, или один-два лекций сделаем. Хоком тех людей, кто судит не по теме, который не спасал Аллах, туда уходят и воры законов, и судья, и полиции, которые заставляют людей судить по этим законам, и президенты, которые поставили этот закон, и парламент, который издает этот закон, все они являются кафирами, хоть даже он будет в день все намазы делать, и добавок суннаты делать, и поститься, и каждый год хач ходить, и каждый месяц умра будет делать, этот человек не мусульманин, пока он не оставит этот тагут, в Аллаху Алям. То есть вот в этой ситуации, этому конкретному человеку, например, что нужно сделать, чтобы как-то выйти из этого положения? Насиха всем тем тагутам, которые себя считают мусульманами, будь он вор законы, будь он милиционер, будь он судья, будь он следователь, всех призывает делать тоуба. Просить прощения Аллаха, что они поставили себя на уровне Аллаха по изданиям закона. Аллах в Коране говорит, Для них есть что ли, говорит, сотоварищи, вместе с Аллахом другого кто-то есть, которые им издавали, шариат поставили, издавали законы, которые Аллах не дал этого разрешения. Издавать закон имеет право только Аллах, субханаху ва та'аля, те люди, которые издают законы, или соблюдают их, пусть будут законы воровские, пусть этот закон будет тагутский, разные законы, всех их призываем оставить это и делать тоуба, кто хочет быть мусульманином. Не говорит, если я не буду этого делать, кто же будет, например, помогать мусульманам, кто же будет, будет справедливо судить. За порядком следить. За людьми ты не волнуйся, ты спаси себя от ада. Это не означает, если даже мне так придется, тебя это оставить. Ты себя, шайтаном не дай, отманут. Если я иду, я хочу, что хуже, туда придут. Нет, не придут тебе. Если вы, если мусульмане сами не помогали бы этим русским, другим над мусульманами помогли, эту победу не получили бы эти люди. Из-за этого ты причина, один из причин, что мусульмане проиграли от кафиров. И также воровым законам тоже. Оставьте эти воровские законы, вернитесь к исламу, оставьте понятия воровские. Справедливость. Они же очень справедливы бывают. Нет справедливости, кроме законов Аллаха. Как бы вы себя не хвалили, что ваши законы хорошие, справедливые, судим по справедливости. Это все является обманом шайтана. Это все является таудскими законами. То, что вы делаете, имеете в виду отрицать законы того, кроме закуровских законов, таким же старанием соблюдайте шариат. Иншаллах, вы будете ближе к Аллаху и ближе к народу. За вашу справедливость. Аллаху а'алям. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...